Всем привет! Это новости Турция. Тем, кто впервые открыл подобное видео на YouTube, я напоминаю о том, что я живу в Турции, в Стамбуле. Перевожу на русский язык новости, темы, которые популярны в обществе среди турок. Рассказываю вам, что здесь интересного в стране происходит. Это, как правило, экономические, политические, внутрисоциальные вопросы. Собственно, чем живут сами турки, на самом деле, что они думают по этому поводу. Выгрузились недавно статистические данные официальные государства. Сейчас расскажу попозже, почему на этом делаю упор. Турстат. В России это Росстат, например, какой-нибудь. Объем импорта из России в Турцию на 6,2 миллиарда долларов вырос с сентября по сентябрь, по конец сентября этого года. Соответственно, из Турции тоже выросли показатели. За прошлый год российский импорт составил 29 миллиардов долларов, а на данный момент в сентябре уже в этом году 44 миллиарда, в этом году товаров больше. Но вообще, как вы понимаете, Турция и Стамбул в частности это такой огромный транспортный хаб. Вот этот вот весь вторичный импорт, который разрешен в России, все это идет из Турции. В основном из Турции, там где-то из Китая. Но Турция это окно в Европу. Озон открыл точки для предпринимателей, да, то есть Озон бизнес, заходишь на сайт, на турецком языке сайт, регистрируешься, пожалуйста, открываешь свою пешку, регистриешь, открываешь свой магазин, продавай свои товары. И у тебя даже здесь, уже здесь в частности в Стамбуле, есть договоры, подписанные с карпой компаниями, которые будут отправлять поставки делать в Москву, там Тагестан и так далее. Разные точки, в общем, уже есть. Тут уже даже логистику отстроили. Но это Озон открывается, как маркетплейс развивается для ввоза, скажем так, приобретения каких-либо турецких, и не только, и вторичный импорт товаров в России из Турции или посредством Турции. Почему я акцентировала внимание на Туркстат? Потому что, помните, закон о лжи, пропаганде и так далее, что сейчас можно, уже этот закон работает, сейчас уже можно публиковать статистические данные, любые цифры, только официальные вот этим Туркстатам, то есть государственные, частных компаний, которые ведут какую-либо статистику, любые данные. Если они не совпадают с официальными государственными данными, они считаются пропагандой, и это срок до трех лет. Почему? Я об этом законе в прошлый раз вам рассказывала, но есть здесь очень много новеньких на канале, кто не в курсе, знаете, есть такой Седат Пекер, это такой мафиозник, дядя с длинным языком, оппозиционер такой, ну не прям уж навальный в турецком варианте, это, конечно, разные моменты, но процесс, да, вот это вот, что человек был где-то там в изгнании, вообще он находится в Эмиратах, я напомню, кто давно там или не смотрел мой канал ранее, он находится в Эмиратах, неизвестно его местоположение, это огромная шишка мафиозная в Турции была, и так как его начали давить, притеснять и так далее, он сбежал, и он начал оппозиционную деятельность политическую против Эрдогана, партии всех его, всяких там министров и так далее, скрытие коррупции публичная, потому что есть всякие доказательства, много провокаций, шума поднимает в обществе, и на самом деле очень сильно шатает, короче, положение политическое здесь в стране, то есть он не за там демократов, оппозиционеров, которые сейчас в стране находятся, да, официальные, партийные какие-то, кто против власти сейчас, он вообще отдельно, он вообще находится в Эмиратах, в Эмиратах просили экстрадицию выдать его, не выдаются, умираться в Турции, сложные отношения только в течение этого года, они немножко, скажем так, справляются, налаживаются, но его там никуда не выдали, в общем, короче говоря, это такой гавкающий, тявкающий дядя, который хорошо баламутит воду в соцсетях, у него видео на YouTube, и миллионы собирают просмотров за несколько часов, твиттеры, вот там блочили, господи, что там только не было, то есть вот это социальное, политику, социум мешает, и сфера вот этой деятельности у него, скажем так, пропагандистическая, разрушает, хороший имидж, назовем так, политики в данный момент партии в стране, и у него всегда есть какие-то доказательства, частные примеры, и действительно он такими инсайдами владеет, подковерными, и все это вытаскивает наружу, но опять повторюсь, что это не с целью того, что это супердядя, который хочет сменить режим демократ там и так далее, либерал, он только за свою шкуру, все это началось с того, что начались гонения на него и так далее, то есть его личный интерес, так вот, он очень часто всякими гоненькими делами прославляется, помните, про слив, ладно, еще из последнего, про слив видео, скажем так, гей-формата на пропагандистическое СМИ турецкое, на директора этого СМИ и так далее, то есть его история, и периодически по Стамбулу появлялись плакаты, намеки на то, что министр внутренних дел Турции, он такой, он работает типа с наркотиками, нелегально все, что связано с наркотой, наркотрафик в Турции, плакаты были, намеки, что он Пабло Эскабар Турции, и там лысина, фотка его там типа а-ля головы, вот так, лысый, вообще его прическа, назовем так, да, лысеющая, черно-белый, там написано Пабло Эскабар Турции, вот такая вот провокация, да, за то, что ты не притянешь, но все намек поняли, вот в чем фишка этого человека, этого деньги, как он действует, и вот недавно тоже по городу начали появляться плакаты, и с ними очень борются, снимают, всяко-разно, короче, уничтожают, но в интернете все у нас в твиттере обсуждается, плакаты такой же тематики, только здесь во все тяжкие им фамилия, имя министра, и написано во все тяжкие, все тяжкие это отсылка к сериалу, к наркотикам и так далее, к этим всяким запрещенным веществам, вот это травля его до сих пор продолжается, то есть они его не могут посадить, они придумали тот закон, по сути, легализовали закон о лжи, вот про статистику, и на самом деле из-за него все пошло, потому что они не могли его нигде заблочить, ни в твиттере, ни в ютюбе, нигде, и какой-то статьи уголовного преследования тоже не было, поэтому сейчас есть вот такая статья, из-за типа клевету, которая не соответствует государственным источникам каким-то, да, то это все считается клеветой, на самом деле это началось с вот этого дяденьки, ну, естественно, под шумок очень сильно прикрываются, называется, рты закрывают платками, и прикрывают лавочку публичности-гласности, потому что в угоду, особенно к выборам, сейчас очень активно к лету это происходит, для, ну, скажем так, кстати, недавно был сюжет на Deutsche Welle на русском языке, можете посмотреть про Турцию и про певцов, которым закрывают концерты, этим летом очень много этого было, я рассказывала, для чего это делается, для того, чтобы замаслить, для того, чтобы в угоду, скажем так, исламским направлениям, которые поддерживают политику, для того, чтобы они голосовали за президента, не растерять своих партийцев, короче говоря, свою публику и своих избирателей, на самом деле, все очень предсказуемо. Официальная статистика у нас вышла, опять же, Турцитат, что официально статистика в этом году 85,5% Турция, но неофициальная, которая, по сути, запрещена, говорит о том, что 185% инфляции, если мы будем брать срез, есть такие видео на турецком языке на YouTube, например, счет там, походили в магазин, покупали там полтора года назад, есть такие срезы, вы знаете, сколько сейчас за этот же набор, продуктовую корзину мы отдаем денег, и все эти видео, как правило, доказывают инфляцию больше 100%, никаких не 85%, это вот последние экономические новости в нашей стране. И немножко к политике, геополитике нашей страны, Чоу Шоу Лу заявил официально, что они считают, Турция считает, что Швеция и Финляндия не до конца выполнили свои, назовем так, обязанности, которые выдвигали требования Турции к ним для вступления, для одобрения их заявки вступления в НАТО, в общем, до конца не все сделали. Здесь возникают очень многие спорные вопросы, много в интернете пишут, и на телевидении турецком тоже размышляют. В общем, в этих телеэфирах, политических дебатах различных обсуждается эта история. Конечно же, первое, это вопрос зерна, как этот вопрос односторонне, можно сказать, в порядке решил, Эрдоган заверил своим, скажем так, протекцией, да, и возобновился вывоз зерна. И тут же опять история про НАТО. Говорят о том, что вот, наверное, у них есть договоренность, хорошие отношения торговые, экономические, они друг другу сейчас нужны, выгодны. Соответственно, он тянет эту историю по просьбе. На самом деле, скорее всего, мы как бы правды пока что не знаем, мы знаем со временем, в основном здесь люди приверженцы думать, располагать, я тоже, кстати, приверженец этой позиции, что, конечно же, нет, никаких договоренностей нет, просто это менталитет турок, максимально брать все выгодное для себя, то есть это просто очередной рычаг давления в руках президента, не только на общественность внутри своей страны, зарабатывать очки для выборов своих, да, что я имею вес в геополитике, в мировом устройстве, а сейчас на данном моменте вес реально вырос гораздо, не будем уж кривить душой, констатируем факт. И показ для внутренней политики в своей стране, да, для своих избирателей вес. И второе, естественно, максимально дожать возможный инструмент давления, манипуляцию, получить максимальную выгоду себе, то есть это сейчас будет прочувствоваться. То есть Турция сейчас будет продолжать не одобрять эту заявку о вступлении в НАТО, они будут максимально продавливать и смотреть, что еще из этого выдавить можно, что еще мы можем получить, какие бонусы. Если таких бонусов уже не будет, и там условно, например, Америка или какие-то другие, или Евросоюз скажет, так все стопы, хватит давить, мы на вас тоже начинаем в ответ давить, тогда они тут же пойдут на попятную, отступят и они вступят в НАТО, то есть без проблем. То есть это чистая личная выгода, никаких, скажем так, вопросов с просьбами, для кого-то играть. Турки никогда не будут это делать для кого-то. В первую очередь они будут делать это для себя и для своей выгоды. Ну и плюс еще, смотрите, показатели здесь, будем такую аналитику небольшую сделаем. Вот этот вопрос с вывозом зерна, когда Турция, по сути, не слушая, не прислушиваясь, никому не подыгрывая в одностороннем порядке, потому что были чисто турецкие интересы. Это шатало геополитический вес Ордаана на мировой арене, и ему нужно было продолжать этот вывоз, потому что он владычица морей здесь на данный момент, Черного моря, что сейчас у нас происходит. Поэтому любые уговоры, угрозы ему, как бы, ну все, он делает то, что считает нужным для себя. Поэтому я не думаю, что какие-то договоренности есть. Вообще большинство людей здесь также рассуждают. Свои приоритеты, своя рубашка всегда ближе к телу. У нас здесь в Турции тоже, назовем так можно, если выразиться, аномальная осень теплая. Начало ноября, но у нас еще тепло. Нет таких заливных дождей, которые уже месяц должны были идти. С дождями у нас здесь холодно. В Анталии продолжается сезон, все купаются до сих пор, хотя уже в середине октября, в начале октября, эта лавочка сворачивается. Но тем не менее у нас еще здесь тепло. Да, у нас также продолжаются активно закрываться Магалели, районы для ВНЖ, для туристов, приехавших на какое-то время сюда, да, подольше побыть, остаться. Но все равно люди все еще приезжают, поток людей есть. Ну, конечно, снизился, уже практически там полтора месяца прошло с начала мобилизации в России, поэтому был очень сильный поток высокий. Но все равно сейчас есть новые приехавшие люди, которые здесь остаются или куда-то там переезжают, используют Турцию или Стамбул в частности как некий хаб транспортный, да, они готовят очень многие здесь документы в посольствах разных стран, в частности российском, украинском, в Канаду, в посольство Латвии, Европы и так далее, бахтистских стран различных. Там везде очень большие очереди, очень много людей делают документы, восстанавливают всякие, какие-то срочи свои репатриации и все прочее, прочее, прочее. Поэтому, если вы планируете куда-то приезжать, пожалуйста, узнавайте заранее у себя дома про документы и апостелируйте, пожалуйста, на месте. Это будет, может быть, даже дешевле, как минимум, точно быстрее. Потому что в Турции, в Стамбуле, в частности, на это все большие очереди, большие очереди, чтобы взять ту же очередь, записаться, попасть в консульство, у нотариусов они поднимают, естественно, цены, потому что не справляются с потоком людей, очень большой спрос. Поэтому я вам сердечно все это рекомендую. По возможности свои документы, какие-то бумажки и все-все-все прочее, подготавливать заранее. Или брать с собой большее количество, максимально своих документов, бумаг, которые вам могут пригодиться за границей для каких-либо оформлений, чтобы потом не было проблемы, как это отправить из вашего города в тот же Стамбул, в Турцию и так далее. Такие новости у нас сейчас на данный момент в Турции. Жду ваших комментариев под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Это очень помогает развитию роста канала, охватом. Я думаю, что новости полезные. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Постараюсь на них ответить в каких-то следующих видео, либо поднимать темы, о которых вы спрашивали. Спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...